Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал записки гастарбайтера. Сегодня будет довольно-таки щекотливая тема, она связана с наркотиками в Китае. Для Китая это всегда была болезненная тема, особенно после того, что англичане с европейцами в свое время здесь натворили. Я говорю про эпоху опиумных войн, эпоху завоеваний, если так можно сказать. И на самом деле в Китае за наркотики смертная казнь, в Китае за наркотики можно попасть не только за продажу и хранение, но также за употребление. Здесь законы очень-очень строгие в этом плане, но при этом они довольно-таки странные, как в всей Азии. Причина, по которой я решил затронуть данную тему, довольно-таки проста. У меня есть инстаграм-профиль, и на него очень часто в последнее время стали различные фейковые аккаунты подписываться, которые предлагают различные вещества, скажем так. Часто там из вещества это травка, это кокаин, это метамфетамин. Причем самое интересное, почти все это производится здесь, в Китае. И нужно понимать, что очень долгое время, например, Китай был основным поставщиком эфидрина в Россию. А из эфидрина, если вы не знаете, производится такой препарат, как метамфетамин. При этом он долгое время вообще оставался здесь легальным. Вообще расскажу ту историю, которая случилась со мной в первые месяцы приезда в Китай. В общем, в первые месяцы, как я приехал в Китай, я жутко-жутко заболел. И пошел в магазин купить какой-нибудь препарат от простуды. И, естественно, купил какой-то препарат. Я слышал на тот момент, что в Китае дозировка лекарств очень-очень маленькая. Соответственно, я решил сразу принять четверную дозу. Я сидел на работе и чувствую через полчаса, что поймал чисто такой эфидриновый приход. То есть, понимаете, я кое-как досидел рабочее время. В процессе работы я достал упаковку, прочитал инструкцию. И там какая-то дикая доза эфидрина была. То есть, даже у нас в тех препаратах, которые продавали в свое время в России, дозировка эфидрина была в разы меньше. То есть, понятно, почему я это слопотал. Не спрашивайте, откуда я знаю, откуда про эфидриновый приход, как он выглядит. Именно после этого случая я начал очень-очень внимательно читать инструкцию почти всех лекарств. То есть, если вы помните мое видео про липосикс, я уже знал какие-то там возможные побочки. Я знал, как это работает. Я это более-менее изучил. Конечно, я не являюсь профессиональным фармацевтом, но по многим вопросам я сейчас консультируюсь именно с людьми, которые в этой теме работают. Фармацевтики, медицине, спортивные доктора и так далее. То есть, я большую часть препаратов просто не принимаю с бухты-барахты. Я примерно знаю, какой от них будет эффект, какие побочки и в каких дозировках. Но давайте вернемся к наркотикам Китая, потому что я был приятно удивлен одной вещью. То, что обычные люди, вот мои ровесники, ребята, которые помладше меня, ребята, даже те, которые постарше меня, они ничего не знают о наркотиках. То есть, они знают совсем-совсем немножко. Они что-то слышали о них, но они никогда не пробовали их, они не употребляли, они не знают об их эффектах. В отличие, например, от ребят с Англии, США, даже наших ребят, если говорить вообще о европейцах, то там чуть ли не из 14-15 лет. Очень многие знают, что такое экстази, что такое метамфетамин, что такое кетамин, ну и прочие другие препараты. И это на самом деле довольно-таки неприятно, но китайское правительство сделало все, чтобы максимально оградить средний класс, обычных людей от этой заразы. Причем то, что в Китае с наркотиками очень-очень такое обширное прошлое, и в принципе даже на данный момент в Китае есть деревня, которая занимается чисто производством наркотических веществ. Я не знаю, куда это идет, на экспорт, на импорт или на внутренний рынок. И очень долгое время, я когда вот приехал только в Китай, я считал, что наркотики это преимущественная прерогатива иностранцев и очень-очень богатых китайцев. Правда, мое мнение немножко изменилось после моей первой поездки в Сиане. В Сиане я встречался со своим старым другом, с Ираком, и мы пошли в бар, он пригласил молодых китаянок, которые, кстати, в баре оказались первый раз с нами. То есть они до этого никогда не были в баре. И девчонкам было по 20-22 года. То есть это говорит о китайской культуре, о том, что какие здесь девушки, какие здесь люди. И, соответственно, мы решили заказать кальян. Я с Ираксом думал, что это обычный кальян. Но после пары вдохов мы с Ираксом поняли, что это кальян непростой. Девчонок там вообще размазало полностью. Мы еще как-то более-менее что-то соображали. И вот на утро мы общались с другими иностранцами, и они сказали, что данный бар принадлежит уйгурам. И то, что у них принято подмешивать различные травы в табак. То есть это находится в их культуре. И после этого я понял то, что, в принципе, люди, которые с того региона, он, кстати, находится недалеко от Афганистана, очень любят как минимум травку покурить. И, соответственно, поэтому китайское правительство, одна из причин, точнее, почему китайское правительство ведет более такой строгий учет данных людей из данной провинции. Ну и еще одна вещь, которая дополнила данную ситуацию, это то, что спустя какое-то время я начал, ну, не сказать то, что работать, но я стал общаться с людьми с различными организациями, которые занимаются благотворительностью, которые занимаются различными хорошими делами здесь, в Китае. В большинстве случаев это иностранцы и китайцы продвинутые, которые именно стараются помочь и сделать мир как-то получше. О них я постараюсь чуть позже рассказать, потому что это в большинстве случаев очень-очень хорошие люди. Так вот, когда я ходил с ними, я видел очень-очень много бездомных, людей с какими-то проблемами, и, соответственно, среди них были люди, которые относительно плотно сидели на наркотиках. То есть до этого я считал, что в Китае проблема наркотиков – это в основном проблема высшего класса и проблема иностранцев. Но тут я увидел людей, которые действительно пострадали от наркотиков, здесь, в Китае, и причем от наркотиков очень-очень низкого сорта. Большинство в своем – эти люди из таких провинций, как Хайнань, и провинции, которые находятся недалеко от Вьетнама и Лаоса. То есть это рядом с теми странами, где находится так называемый «золотой треугольник». И, соответственно, эти люди потребляли очень-очень какие-то дешевые химпрепараты, из-за чего у них возникали определенные проблемы со здоровьем. Например, вот парня, которого вы видите сейчас на видео, я буквально года 2-3 назад видел ходячим, и буквально за один год он потерял ногу, потому что он употреблял очень-очень дешевые препараты. И, естественно, у этого парня еще какие-то проблемы были с алкоголем до этого, но это как-то показывает, что есть такая проблема в Китае. Китайцы в этом плане, конечно, молодцы, потому что они это как бы не афишируют, и они стараются как бы проблему полностью искоренить, но такая проблема все равно она есть. Но она не в таких масштабах, как в других странах. Например, если вы когда-то были в Малайзии, в Малайзии тоже имеется смертная казнь за распространение наркотиков, но там довольно-таки большой процент людей, которые употребляют, которые сидят на таких препаратах, как метамфетамин, есть опи-наркоманы, есть героиновые. Я знаю, потому что я в свое время жил в Малайзии и тоже видел таких людей. Мне это довольно-таки грустное зрелище. Также проблема с наркотиками была в свое время в Таиланде, но в Таиланде ее решили очень-очень радикально. Там были созданы специальные отряды из жертв наркотиков. То есть в основном данные отряды состояли из родственников, людей, которые так или иначе пострадали от наркотиков. И, соответственно, им просто дали право на стрел наркодилеров. При этом самое интересное в чем? В том, что наркотики иностранцам в Таиланде продавались всегда спокойно. Но если тот же наркодилер начинал продавать наркотики местному, то его ждала скорая расправа. Подобная ситуация, кстати, сейчас идет на Филиппинах. Очень многие слышали про Дурте. Кстати, очень многие молодые филиппинцы крайне негативно к Дурте относятся, считая его врагом народа. А вот люди, которые постарше к ним относятся очень хорошо. Но тут, кстати, есть определенная закономерность как с Филиппинами, так с Таиландом, так и с Малайзией. Почему? Потому что если я здесь в Гуанчжоу гуляю по Сяобэю, гуляю по Тауджину, ко мне никто не подходит, ничего не предлагает. Но стоит мне прогуляться по этому Тауджину, Сяобэю, с человеком, у которого европейская внешность, то тут же появляется множество, скажем так, лиц не китайской наружности, которые начинают предлагать различные вещества и прочее, прочее. Это немножко удивляет и иногда складывается такое ощущение, что им позволяет продавать что-либо иностранцам. Есть еще одна такая вещь, о которой я хотел вас предостеречь, потому что было очень-очень множество историй, когда, например, молодые девчонки брали какую-то посылку своего байфренда, друга или еще кого-то и влезали в огромные неприятности. Так что желательно все-таки не брать неизвестные посылки, просто чтобы не попасть в очень неприятные ситуации. Если вы смотрели такой фильм, как «Бангкок Хилтон», то, скорее всего, вы поймете, о чем я говорю. Ну и опять-таки, если читали, множество подобных историй сейчас есть. Вот эту вещь я хотел сказать. Опять же, если вам кто-то скажет, что в Китае нет наркотиков, то это не совсем верно, потому что иностранцы их находят, богатые местные их находят, беднейшие слои населения Китая тоже как-то это находят. Поэтому это есть абсолютно везде. Это есть в Сингапуре. Кто бы что ни говорил, это есть в Гонконге, это есть в Малайзии, это есть в Толанде. Не говоря уже про страны Европы, Америки, США. В общем, это видео получилось не особенно позитивным, но надеюсь, что оно в любом случае окажется полезным и интересным. В общем, всем спасибо и пока. Не буду просить подписываться.